Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем шестую главу послания апостола Павла к римлянам. В предыдущей главе апостол Павел говорит о полноте благодати и о том, что вместе со Христом будут царствовать в жизни те, кто принимают изобилие этой благодати, то есть верующие люди. Царство Божие — это не только когда Христос воцаряется Одесную Отца, но вместе с Ним и в Нем царствуют все святые, все христиане, те, кто принимает изобилие благодати Божией и дар праведности, дар оправдания. И в нашем понимании слово «благодать» очень часто воспринимается как синоним любезности. Будьте добры, будьте благосклонны. Но благодать — это более всего незаслуженный дар. Закон оперирует понятием воздаяния, расплаты. Благодать всегда незаслуженный и поэтому бескорыстный дар. И поэтому всегда несоизмеримы с тем, что могут попросить или могут ожидать. И если Бог нас оправдывает, дар благодати и оправдания, то это не означает, что мы можем своими усилиями спасти самих себя. Это всегда некий дар, который от нас не зависит и никогда не связан с нашими заслугами. Это всегда незаслуженный дар. Такова мысль апостола Павла. И здесь он, конечно, полемизирует с теми иудеями и с теми благочестивыми людьми, которых мы среди христиан встречаем, которые считают, что человек может спасти сам себя, спастись исполнением божественных заповедей. Действительно очень важно соблюдать заповеди, их не нарушать. Но одного этого для спасения мало. И поэтому апостол Павел приглашает расширить границы нашего понимания того, что такое благодать. И глава начинается с вопроса. «Так что же нам сказать на это? Оставаться во грехе, чтобы возросла благодать?» Здесь апостол Павел приводит реплики людей, которых он называет клеветниками, потому что они искажают его весть, его Евангелие. И идут по логике, которая нам хорошо знакома. Не согрешишься, не покаешься, не покаешься, не спасешься. То есть, если ты нам проповедуешь прощение, примирение, благодать, ты тем самым что? Нас приглашаешь совершать новые грехи. Если где много греха, там будет очень много благодати. Так что же нам теперь нужно грешить? И с этой искаженной логикой вступает в полемику апостол Павел. И мы слышим другой голос «Не бывать тому, ни за что! Мы ведь умерли для греха, как же будем жить в нем?» Апостол Павел говорит о том, что верующий человек и человек, раскаившийся, покаявшийся, обратившийся в веру, обратившийся к Богу, в действительности совершает не просто какой-то нравственный поступок. Прощение, как и покаяние, это всегда нечто большее. И апостол Павел говорит на языке смерти и рождения, ни боли, ни менее. Грех — это не просто какая-то нравственная категория, какой-то поступок, к которому ты больше не будешь возвращаться. Нет. Покаяться — это означает умереть для греха. Поэтому, если мы действительно умерли для греха, если вы действительно покаялись и обратились в веру, и уверовали в Евангелие, как же вы будете жить в нем? Если ты умер в нем, то ты не можешь в нем жить. Или вы не знаете, что все мы во Христа и Иисуса крещенные, в смерть его крещены? И действительно, таинство крещения — это таинство смерти и воскресения Христа. Конечно, большинство людей думает, что крещение, как и обрезание для иудеев, это некое таинство инициации, возможность стать членом церкви, приступать к причастию и считаться верующим христианином. Но в своей сущности крещение — это нечто большее, это таинство смерти и воскресения Христа. Все, что пережил Христос в Страстную Пятницу, Субботу, Пасхальное Воскресенье, проживает человек, принимающий крещение. Слово «крещение» означает полное погружение, буквально означает «окунуться», и если хотите даже «утонуть», как «корабль утонул», говорили, «корабль крестился». С одной стороны, это некий внешний обряд, ритуал, и поэтому это внешний жест, но за ним стоит совершенно конкретная реальность, совершенно реальная реальность. Внешний жест, который мы видим, — это лишь только знак. Мы погружаемся в смерть Христа, мы умираем вместе с Ним, и если мы соединены с Ним в смерти, то точно так же мы вместе с Ним и воскрешаем. И вода здесь является двойственным символом, как и всякий подлинный символ. Символ всегда парадоксален. С одной стороны, вода дает жизнь, и в пустыне вода — это символ жизни. Если нет воды, то человек умирает. Но вместе с тем вода дает смерть, потому что «утонуть» — это означает «задохнуться». И поэтому воды Ноева потопа — это некая смертельная реальность, разрушительная реальность. Но вода всегда сохраняет этот двойственный смысл. Крещение тоже двойственное — это всегда и смерть, и воскресение вместе со Христом. «И этим крещением в смерти мы были вместе с Ним погребены, чтобы как Христос, воздвигнутый из мертвых славою Отца, так и мы жили обновленной жизнью». Опять же мы видим дорогую апостолу Павлу мысль о том, что человек никогда не бывает как некая индивидуальность, атомарное «я». Мы всегда часть Христа, и мы в Нем. Христос — единственный и единородный Сын, и Его жизнь — это не только жизнь для Него, это не только Его индивидуальная жизнь, Он живет для нас, Он живет для всего человечества, и поэтому человечество живет в Нем. Это очень важная логика для того, чтобы понять механику, если позволить это слово, механику искупления. И когда в момент крещения Иисуса Христа голос неба, голос Отца говорит «Ты, Сын мой возлюбленный», апостол Павел комментирует эти слова в своих посланиях как весть о том, что Бог нас усыновил. «Ты, Сын мой возлюбленный» — это не только индивидуальное событие в личности Иисуса Христа, Его личное событие. Оно касается всех нас. Бог нас благословил в обителях небесных, признавая нас Своими сыновьями. И здесь мы видим тему погребения. Греческое слово «погребение» напоминает нам судьбу растения, как зерно, которое опускается в землю для того, чтобы прорасти и тем самым принять некое тело, оформиться как растение, сформироваться как растение, потом принести плод. Точно так же здесь излюбленная тема древнего христианства — смерть, погребение, сошествие в ад, вознесение, восшествие Одесную Отца. И поэтому снисхождение и восхождение — это выражение одной и той же единой реальности, связанной со смертью и воскресением Иисуса Христа. И все это лежит в основе нашей веры. И очень важно понимать, что здесь новая жизнь, и это означает жизнь воскресшая. В воскресении Христа — источник новизны. Начинается новая жизнь, обновленная жизнь. Воскресение — это не то, что совершится когда-то в конце времен, оно совершается здесь и сейчас. Каждый, кто принимает Евангелие апостола Павла, весть о воскресшем Христе, в действительности принимает в свое сердце эту реальность, и воскресение становится для него реальностью здесь и сейчас. И это воскресение никогда не означает какую-то реанимацию мертвого тела, как возвращение мумий. Это всегда новая реальность и новое рождение. Слово, которое обозначает воскресение, эгерейн, буквально означает проснуться или разбудить, или воскресить и начать ходить. Ходить перед Богом — это и есть синоним жизни. Человек живет, это значит, что он не сидит, не лежит, он ходит перед Богом. Вот что отличает человека воскресшего. Он ходит своими ногами перед лицом Бога. И ходить, конечно, одновременно означает и вести себя, то есть проявлять себя, и очень часто именно в этическом плане. Это никогда не является просто какой-то абстрактной теорией, это всегда выражает себя в конкретных действиях на практике. И слово «обновление» означает «воскресение». Это главный синоним «воскресение». Ведь если мы срослись с ним в подобии смерти, его, то будем с ним и воскресение. Вот именно этот образ «срослись», как растение срастается с чем-то через смерть, оно точно так же вместе со Христом и воскресает. «Мы знаем, ветхий человек в нас был распят вместе с ним, чтобы бессильной стала власть греха над телом. И не были мы больше в рабстве у греха, ибо кто умер, свободен от греха». Слово «новокрещенный» означает «неофит». Это происходит из греческого слова, это как раз есть образ того самого растения, которое только-только посеяли, и вот оно начинает прорастать. Итак, если мы были вместе со Христом посажены, то мы вместе с ним и воскреснем. И если мы вместе с ним были распяты на кресте, то вместе с ним и воскреснем. Более того, форма будущего времени здесь, конечно, имеет то значение, которое она имеет в еврейском языке. Это означает некое незавершенное действие, которое уже начинает свершаться. Поэтому «мы воскреснем» — это не означает, что однажды мы будем когда-то воскрешен. Это означает, что мы уже здесь и сейчас начинаем воскресать вместе с ним. «Ветхий человек» на языке апостола Павла — это некая противоположность тому, что означает «ходить в новой жизни». И поэтому для того, чтобы ходить в новой жизни, нужно дезактивировать и отвергнуть грех, избавиться от его власти, стряхнуть его оковы. И здесь идет речь не просто о каких-то телесных грехах, а о плотских грехах. Тело означает полное раскрытие. Вот как мы с вами говорили о растении, растение посажено, прорастает и потом обретает тело, то есть оно формируется как растение. Точно так же и тело греха — это означает некое проявление и совершившийся грех. Поэтому апостол Павел говорит на языке «свершений». И он говорит о том, что грех побежден в своих самых истоках, в своем основании, в своем корне, в том, что скрыто от нас. Там грех разрушен. То есть грех умер в неком принципе, в основании, энархе. И этим основанием был Христос. По мысли апостола Павла. Для того, чтобы нам не быть рабами греха. Апостол Павел очень часто употребляет эту игру слов. Человек все равно находится под властью кого-то. Человек всегда вступает в отношение субординации. Либо ты подчиненный, либо начальник. Но даже если ты начальник, то над тобой может быть какой-то другой начальник. И поэтому человек всегда вписывается в эту структуру субординации. Поэтому он кому-то подчинен. Он выполняет чьи-то указания. Он на кого-то работает. И поэтому он раб. И апостол Павел говорит, если уж быть рабами, то не будьте рабами греху. Будьте рабами Бога. Работайте для Бога. В другом месте он скажет, будьте рабами оправдания. Или рабами праведности. Что само по себе совершенно парадоксально и прекрасно. Умерший человек действительно освобождается от греха. И здесь мы встречаем слово, которое слышим в церковном употреблении. Разрешение от греха. Потому что грех – это как некое бремя, которое с тебя снимают. Либо ермо, которое ты носишь. Либо узы, цепи, оковы, которые сковывают тебя. И поэтому их нужно разбить, их нужно развязать, снять. Для того, чтобы человек был свободен. Вот именно в этом контексте и нужно понимать значение выражения «разрешен» или «развязан» от греха. И апостол Павел здесь прибегает к образу, заимствованному из иудаизма. Потому что, согласно иудейскому правосудию, мертвый, умерший освобождается от закона. И в следующей главе возникнет такой образ, связанный со смертью одного из супругов. Если женщина овдовела, и после этого она соединяет свою жизнь с другим мужчином, то она не совершает никакого прелюбодеяния. Потому что через смерть своего мужа она тем самым освобождается от закона. Освобождается от обязательств. Потому что умерший супруг и был для нее законом, ее законом, ее связывал. И смерть освобождает от закона. И точно так же человек, принявший крещение, воскресший вместе со Христом, как будто свободен для заключения нового брака и новой жизни. Образ ветхого человека противопоставляется новому человеку. И как совершается этот переход? Слово «переход» — конечно, синоним слову «пасха». Это всегда переход на другой берег, переход через воды смерти, от одной реальности к другой, от смерти к воскресению. Точно так же, чтобы родиться как новый человек, нужно обветшавшее свое существо, ветхого человека, себя снять, как снимают обветшавшие и слевшие одежды. Вот точно так же апостол Павел говорит об обветшавшем ветхом человеке. Обветшавшем почему? Потому что грех человека старит, страсти человека старят. И для того, чтобы вернуться к молодости, воскреснуть к новой жизни, нужно себя снять, как обветшавшие одежды, совлечься. И это обновление состоит в каком-то нескончаемом вечном обновлении, в приобретении способности постоянно обновляться по образу воскресшего Христа. Вот что означает «жить воскресшей жизнью». «Если же мы умерли со Христом, то верим, что вместе с Ним и оживем. Ибо знаем, что Христос, воздвигнутый из мертвых, то есть Отец воскресил Сына, воскресший из мертвых, Он уже не умирает. Смерть над Ним уже не имеет никакой власти, никакого господства. Ибо когда Он умер, раз и навсегда умер для греха. Когда живет, для Бога живет. «Вот так и вы считаете себя мертвыми для греха, но живыми для Бога во Христе Иисусе». Конечно, это увещание апостола Павла обладает какой-то парадоксальной истиной. С одной стороны, не будьте рабами греху, не совершайте грех, будьте мертвыми для греха, как будто когда грех приходит, он не находит никого живого, чтобы через него войти в этот мир. С другой стороны, тот грех, в котором вы покаялись, забудьте о нем. Вы уже умерли для него, поэтому вы к нему больше не имеете никакого отношения. Вы воскресли, поэтому живите воскресшей жизнью. Считайте себя мертвыми для греха, в котором вы покаялись, и примите новую жизнь, новый дар, который дает воскресший Христос. «Итак, грех не должен царствовать в вашем смертном теле, подчиняя вас похотям своим». Имеется в виду, конечно, наше тело, которое живет биологической жизнью, и эта биологическая жизнь — это всегда умирание, но в той мере, в какой мы живем в этой земной жизни, здесь и сейчас, ни в коем случае не нужно подчиняться, позволять греху царствовать, господствовать, доминировать над нами через похоти, через вожделение плоти. «Не отдавайте члены своего тела греху, как оружие неправды, но как ожившие из мертвых отдавайте себя Богу и члены своего тела, Богу, как оружие правды». Опять же, парадоксальным образом, апостол Павел предлагает нам альтернативу, вы можете выбрать это или это, но в действительности выбрать грех, выбрать страсти, выбрать смерть — это никакой не выбор, есть только один выбор — выбрать правду. И поэтому члены вашего тела не отдавайте как оружие, как орудие, как средство греха, через которое бы грех мог войти в этот мир, но как воскресшие из мертвых, как новые, живые, предавайте всего себя Богу и членам своего тела, пусть они станут орудием божественной правды, оправдания, справедливости, благодати, мира. «И не будет над вами властен грех, ибо вы не под законом, но под благодатью». Тоже здесь апостол Павел дает ответ людям, которых мучает вопрос, как же освободиться от греха. Нужно искать виноватых, нужно раскопать корень греха. И апостол Павел говорит, «Нет, нужно принять благодать прощения. Это единственное исцеление от болезни, от греха, от несвободы, рабства». И об этом будет в продолжении. Возникает вопрос, «Так что уже, будем грешить, поскольку мы не под законом, а под благодатью?» Опять же это искаженная логика, «Не согрешишь, не покаешься». И апостол Павел опять повторяет те же самые слова, «Не бывать тому, ни за что, ни в коем случае». «Разве не знаете, что вы рабы того, кому отдаете себя в рабство на послушание? Кому послушны, того и рабы. Если вы рабы греха, это к смерти. Если рабы послушания, это к праведности, к оправданию. Вы были рабами греха, но благодарение Богу». Бог — это тот, кем мы можем хвалиться, и поэтому апостол Павел в данном случае хвалится Богом. Он говорит, «Благодарение Богу. Стали от всего сердца послушны началом того учения, в которое посвящены. Освобожденные от греха, вы отданы в рабство, правде, спасение, справедливости». И здесь апостол Павел тоже употребляет слово «учение», «доктрина». И, конечно, мы понимаем, что речь идет о практике оглашения, когда людей готовили к принятию таинства крещения, им говорили о воскресении Христа, им открывали и Евангелие. И это было как некое посвящение. Это означает, ты не просто начинаешь какую-то новую жизнь, но ты получаешь новую благодать, как помазание. Помазание, слово «посвящение» связано со словом «мессия», со словом «христос», поставление на миссию помазания. Через Евангелие, которое нам было проповедано, мы получили это помазание, дар Святого Духа, которые нас освобождают от власти, смерти, греха и передают нас, если хотите, в рабство, но совершенно в другом смысле, праведности и святости. И апостол Павел объясняет, я вам говорю по-житейски, по-человечески, как вы поймете на земном языке, ради плотской вашей немощи, потому что ваш разум ограничен, поэтому я говорю вам по-житейски. Как некогда вы отдали члены вашего тела в рабство нечистоте и беззаконию на беззаконие, так ныне отдайте ваши члены в рабство правде на освящение. Эти слова апостола Павла обладают какой-то колоссальной внутренней силой. Прежде всего, мне на ум приходят люди, которые годами борются с недугом, например, алкоголя или наркомании, или какого-то другого недуга, который сегодня называют зависимостью или аддиктивностью. В действительности зависимость — это есть рабство. И тогда можно себе представить человека, который вдруг отдал свое тело, свою плоть в рабство, нечистоте, скажем, алкоголю и беззаконию на беззаконие, то есть безмерно. Всегда это только требовало повышения дозы, этот грех. И поэтому люди, которые через это прошли, прекрасно знают, что такое зависимость. Так вот, точно так же, как ты когда-то себя отдал на откуп греху, сегодня отдайте ваши членов рабства правде на освящение, и через это вы получите исцеление. Когда вы были рабами греха, тогда были свободны от правды. Естественно, человек, который предается низменным страстям, он совершенно не помнит о правде, и это какая-то свобода. И как и слово «рабство» применительно к правде и святости перестает быть рабством, а меняется на свою противоположность, точно так же и со словом «свобода» происходит, и мы в повседневной жизни это можем видеть. Быть свободным от правды, как некий либертонизм, действительно, это некая подмена свободы, и на самом деле это и есть рабство. Парадоксальным образом, вещь превращается в свою противоположность. «Какой же плод вы получали тогда от дел, которых теперь стыдитесь?» Алкоголик стыдится своего прошлого, наркоман стыдится своего прошлого. Ведь в конце их смерть, действительно, всякий грех к смерти, к умиранию. А ныне, освобожденные от греха и отданные в рабство Богу, вы получаете плод освящения, а в конце жизнь вечную. Эти слова апостола Павла можно перевести несколько иначе. Вы приносите плод, и как плод, как результат вашего обращения в веру есть освящение, помазание и праведность, жизнь вечная. Ведь грех платит смертью. Монета, которая сплачивается грехом, это смерть. Бог одаривает жизнью вечной во Христе Иисусе Господе нашему. Грех платит, как платит закон, око за око, зуб за зуб, неким эквивалентом и мерой. Бог одаривает безмерой. Единственная мера любить, это любить безмерой. Поэтому Он одаривает нас вечной жизнью в Мессии Иисусе нашем Господе безмерно. На портале ExeCat.ru с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.